Когда известный хадис, когда человек зашел в мечеть и стал в ней мочиться, сахабы, возмущенные, начали его дергать туда-сюда, и пророк, мир ему, сей не Аллах, остановился, посадил его, объяснил ему ислам, и он прямо там принял ислам. Есть доказательства, что Дудаев молился, если есть предеви. Была, по-моему, фотография, где-то я видел, где Дудаев совершал намаз. Я сейчас точно не помню, по-моему, такую фотографию я видел. Но не задавался таким вопросом, так как в шариате, да и не только в шариате, вообще в международном праве есть такое понятие, как презумпция невиновности. И никто не обязан доказывать свою невиновность. Обвинение в том, что человек не молится, это и... Вообще утверждение, что человек не молится, это и обвинение. То есть ты человека обвиняешь в том, что он не молится, и, соответственно, обвиняющий обязан доказывать, а не тот, кто оправдывается. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Основное правило не только шариата, но и международного сообщества, как я сказал. Маньяхама. Дудаев правил по законам тагута, доказательство на то, что молился и был на таухиде, нет. Почему мы должны считать его мусульманином? Потому что, наоборот, доказательство того, что он являлся мусульманином, у нас есть. Это его публичное причисление себя к исламу, это его публичное исповедование ислама. Это говорит о том, что человек является мусульманином. И в этом случае нам нужно доказательство на обратное. То, о чем ты говоришь, правил по законам тагута, не тагута и прочее, это все вещи, которые не ясны. Ясно то, что человек официально, открыто причисляет себя к исламу. Соответственно, для того, чтобы нарушить эту основу, нужны доводы, нужны доказательства. Так, просто так людей налево и направо выводить из религии, заявлять, что они не мусульмане, никто на это не имеет права, вы еще на себя берете. Дудаев, да помилует его Всевышний Аллах, был не просто обычным мусульманином, он был достойнейшим из мусульман. Это был один из достойнейших лидеров у чеченцев. И, маше Аллаху, у него был очень благой конец. Этот человек достойно вошел в нашу историю и достойно закончил свою жизнь. Да, вознаградит его Аллах Всевышний райскими садами. И давайте не будем как бы на эти темы спорить. Дудаев это обычный рядовой человек, и по поводу него могут быть различные мнения у людей. Вы можете его любить, можете не любить, вы можете его ненавидеть, это ваше право, но не навязывайте его просто. Ассаламу алейкум, ты говоришь, что для тебя Джахар Дудаев авторитет, а когда он бомбил афганских мусульман, как ты это оцениваешь? Алейкум ассалам, Джахар Дудаев не бомбил афганских мусульман, Джахар Дудаев никогда не был даже в Афганистане. Он же в своем интервью рассказывал об этом, что он был только в Туркменистане, по-моему, на какой-то военной базе СССР. Он никогда не бомбил Афганистан. Кадыров тоже никого не пытал, он же искренне рассказывал это в интервью. Это вам к чему интересно? Если ты привел это в опровержение тому, что я сказал про Дудаева, то по поводу того, что Кадыров пытал и пытает, я привожу многочисленные доказательства. Приведите такие же доказательства, что Дудаев бомбил. Никаких проблем, мы, если будут доказательства, опровергающие его слова, мы это примем. Но так просто из-за того, что вам так кажется, вы не можете его обвинять. Если ты к этому это приводил. Сириус. Да, кстати, Жахар Дудаев был в хадже. И там, разумеется, он совершал намаз. Человек, впечатляющий себя к исламу, должен выполнять условия шахады, а если он даже не знает условия шахады, то какой он мусульманин, непонимание религии является препятствием для ее принятия. Это ложь, маньяхамма. Ты сейчас возводишь ложь на религию. Потому что 95% мусульман не знают условия шахады. Это информация, которую не знают большинство людей. И если человек не знает условия шахады, это не значит, что он не мусульманин. Как раз таки он является мусульманином, пока он не выйдет явно из религии. Для того, чтобы быть мусульманином, он не обязательно должен знать 6 толпов имана. Большинство людей сегодня, даже те, кто назовут 5 толпов ислама, они не назовут тебе 6 толпов имана, они не назовут тебе 8 условий шахады и прочие вещи. Ты мог бы таким же образом предъявлять им требования, чтобы они знали условия действительности молитвы, условия действительности омовения и прочие. Но это все вопросы, которые большинство людей не знают. Но это не выводит их из религии. Да, это, конечно, те вещи, которые должны знать мусульмане, это нужно просвещать, это очень важные моменты. Но незнание этого людей из религии не выводит. Да, я тебе даже больше скажу, большинство мусульман, даже не зная вот этих всех нюансов единобожия, то, что единобожие, у него есть 3 части, они все равно являются по умолчанию муахидами, единобожниками. Потому что они как бы не делают ничего того, что нарушало бы это единобожие, если они, конечно, это не делают. Мы имеем о них хорошее мнение, так как мы обязаны иметь хорошее мнение о мусульмане, пока мы не увидим от него что-то явно нарушающее. То, что ты, те требования, которые ты предъявляешь, это является противоречием исламу. Ислам не пришел с тем, чтобы по умолчанию все были не мусульманами, а чтобы быть мусульманином, значит, он должен был знать вот эти все моменты. Нет, после того, как человек входит в ислам, произнеся два свидетельства, все, его положение, теперь, что он мусульманин. Теперь, чтобы не быть мусульманином, от него мы должны увидеть явное неверие. А незнание условий шахады не является явным неверием, это является каким-то уровнем невежества, но явным свидетельством неверия это не является. Тебе нужно, я не знаю, ты, по-моему, как-то слишком радикально настроен, тебе нужно немножко просветиться. Непонимание религии является препятствием для ее принятия. Это вообще страшные слова. Что значит непонимание религии является препятствием для ее принятия? Когда известный хадис, когда человек зашел в мечеть и стал в ней мочиться, сахабы, возмущенные, начали его дергать туда-сюда, и пророк, мир ему, ценя Аллаху, остановился, посадил его, объяснил ему ислам, и он прямо там принял ислам. И приняв ислам, он сделал дуа. А здесь нужно отметить, что он как бы помочился в мечети не из ненависти к исламу или мусульманам, он просто не знал. Он не знал, что это мечеть, он зашел, думал, что можно, и сахабы были возмущены. И, в общем, он был обижен на сахабу за то, что они так отреагировали. И когда он принял ислам, первое дуа, которое он сделал, он сказал, «О, Аллах, помилуй меня и помилуй Мухаммада, и не милуй больше никого», он сказал. И пророк, милый мусульман, улыбнулся, он засмеялся и сказал, «Милость Всевышнего, которая безгранична, ты так ее сузил», он сказал, «на нас двоих». Это ведь было его непонимание религии этого человека. Он не понимал, что милость Аллаха, она безгранична, она не может настолько быть сужена, чтобы помиловать только его и посланника Аллаха, мир ему с вами Аллаха. Но это не помешало его исламу. Пророк, мир ему с вами Аллаха, не сказал, это ты не понимаешь религии, и поэтому ты не можешь ее принять, давай по новой заходи. Такого не было. Это какое-то удивительное у тебя понимание ислама. Ас-саламу алейкум, араматулу баракату. Я русский, познакомился с девушкой, она мусульманка, она мне сказала, что намаз делать необязательно у мусульман, у нас был спор теологический. Алейкум ас-саламу алейкум, араматулу баракату. Нет, намаз совершать в исламе – это обязанность, это один из пяти столбов ислама. Это второй столб в исламе. Это очень важная вещь. И среди ученых есть даже разногласия по поводу того, является ли оставивший молитву мусульманинами или не является. То есть, настолько есть очень сильное мнение, что человек, который оставил молитву, он выходит из ислама, он не мусульманин. Поэтому молиться – это, конечно, обязательно. Твоя знакомая, как ты говоришь, мусульманка, не права. Человек с бульвара Капуцинов. Зять Кадырова Висхан Мацуев возглавил управление по вопросам миграции МВД по республике. Ему 22 года. Что думаешь об этом и почему в 2007 году преобразовали Чараи? По поводу назначения зятя Кадырова на эту должность, я абсолютно этим не удивлен. Я думаю, тут нечем удивляться. Вы еще увидите, что будет с его детьми. Сейчас они достигнут в совершеннолетии. Еще много будет назначений разных, интересных. А что касается преобразования Ичкерии в 2007 году, почему это сделали? Не знаю, но получилось так, как получилось. К сожалению, тогда было принято, Умару ему было принято такое решение. На наш взгляд, конечно, неверное. Но он сделал то, что сделал. Почему Рамзан Кадырова кричит люля? Я не знаю, такая у него была погремуха, говорят. Так его называли все. Почему его так назвали? Не знаю. Басаев это как-то в интервью упомянул. Но он не упомянул, почему его так называли. Он просто сказал, что так его называют. И что это значит «мунтштук». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...